Личный прием граждан, действенный формат взаимоотношений власти и населения. Глава Чувашии в очередной раз встретился с жителями республики, они приехали из разных муниципалитетов. Алина Александрова живет и работает в Яльчиках. В местном детском саду «Солнышко» 42 года не было капитального ремонта. Когда-то она сама ходила в этот детсад, сейчас ее ребенок. За это время там ничего не изменилось, а Алине хотелось бы. Ремонт начнется в следующем году, ответил Михаил Игнатьев, и 1 сентября ребята придут уже в обновленный детсад. Вопрос Лизии Ворониной из Новочебоксарска также касался ремонта, но не здания, а участка дороги. Когда будет выполнена работа по улице Винокурово, участок от Пионерской до улицы воинов-интернационалистов. Сейчас вот 100 дворов, 110 мы там сделали. На следующий год денег прилично выделили на дворовые территории, не менее 200 миллионов рублей. И на улицу воинов-интернационалистов тоже выделяем. Это уже по программе, значит, федеральной. И с точки зрения бюджета и в предусмотренном уже документе почти 50 миллионов рублей на эту улицу деньги предусмотрены. Задача теперь администрации команды Ольги Викторовны Чебрасовой провести все торги своевременно, соответственно. И отобрав подрядчика, подрядчик должен все работы качественно выполнить. Рассчитываем на то, что к октябрю месяца дорога будет сделана. Тарифная политика в сфере ЖКХ, механизм предоставления земельных участков, вопросы оказания медицинской помощи. Эти темы озвучены сегодня в ходе личного приема. Все они будут детально рассмотрены. Встречи в таком формате глава республики проводит не реже четырех раз в год. Кстати, обратиться может любой желающий. Для этого нужно записаться в приемной. Продолжение следует...